В сентябре этого года в Казахстане может заработать национальное агентство по усыновлению детей. Планируется, что оно будет создано на базе общественного фонда АНАОЯ. При Министерстве образования и науки собрали специальную рабочую группу, которая обсуждает формат будущего агентства. Какие функции оно будет выполнять и упростят ли процедуру оформления необходимых документов, расскажет Елена Шрайбер. Говорят, чтобы принять ребенка из детского дома в свою семью, родителям нужно собрать внушительный пакет документов. И то нет гарантии, что вам доверят чадо. Как оказалось, бюрократия – это не самое сложное в процессе усыновления. На сегодня в Казахстане чуть больше 5000 сирот, но юридически усыновить можно лишь около 20% из них. Эти дети значатся полными сиротами, остальные же относятся к категории социальных. То есть теоретически у них есть родители, которые либо оставили их, либо оказались дееспособными или в местах не столь отдаленных. Первое, что необходимо сделать, это оценить потенциал семьи, мы так называем. Возможность бабушки, дедушки, тети, дяди, кто способен заботиться об этом ребенке. Опять же, это не насильно заставлять. Потому я и говорю, что необходимо проанализировать и оценить потенциал семьи. Если уже никак нельзя вернуть в кровную семью ребенка, то тогда, естественно, этого ребенка нужно передавать в приемную семью. Но для того, чтобы ребенок ушел в приемную семью, он должен получить статус сироты, либо он должен, в общем-то, иметь полный пакет документов для перехода в семью. Пока у общественного фонда нет полномочий работать персонально с каждым ребенком. Для этого нужно получить доступ к личным делам детей. Поэтому нужны законодательные поправки. Сейчас же в фонде лишь помогают потенциальным усыновителям, консультируют их и несколько лет отслеживают эту семью. Планируется, что агентство заработает в сентябре. По крайней мере, такие сроки ставят для себя в фонде. Но только разработка закона и внесение поправок может занять несколько лет. Прошло первое заседание рабочей группы. Презентована модель негосударственного агентства. Члены рабочей группы сейчас работают над этой моделью. Каждый изучает, и мы ждем их от них предложений. Здесь у нас неправительственные организации, государственные органы и АТОМИКЕ. Срок у нас 1 сентября 2019 года. Внести предложение в праве президенту. За годы работы в общественный фонд обратились свыше 7 тысяч семей. Из них 600 в итоге смогли стать приемными родителями. Специалисты говорят, что за последние годы культура усыновления изменилась. Если раньше в некоторых регионах к этому относились скептически, то сегодня можно говорить о положительной динамике. Елена Шерайвер, Марадиханбаев, Хабар-24, Астана.